На Чукотке в эти дни идет досрочное голосование по выбору депутатов в Государственную Думу и Думу Чукотского автономного округа. Оно стартовало 29 августа и продлится до 17 сентября. Проводится досрочное голосование на территориях всех семи городсков округов и муниципальных районов региона силами 33 участковых избирательных комиссий из 55. В Хатырскую тундру вместе с сотрудниками избиркома слетала и наша съемочная группа. Бескрайняя тундра, сопки, реки и озера. Чукотка раскинулась на 721 тысячу квадратных километров. Здесь живут и работают всего около 50 тысяч человек и часть из них трудится в отдаленных и труднодоступных территориях. В этот раз экипаж вертолета Чукотавия ищет с воздуха оленеводческие бригады в Хатырской тундре. Задача непростая. В основном это погода низкая облачность, сильные ветра и болтанка. С бригадами большая сложность возникает при их поиске, ввиду того, что они не находятся на одном месте, всегда кочуют. И точное местное положение их просто неизвестно изначально. По переданным координатам пилоты находят оленеводов. Они доставили к ним сотрудников избирательной комиссии, чтобы тундровики смогли отдать свои голоса на выборах в Государственную Думу и в региональный парламент. Оленеводы редко бывают в своих родных селах и поселках. Они кочуют след за стадами оленей. И участие в таком выездном досрочном голосовании для них единственная возможность воспользоваться избирательным правом. Олени мы держим, вот табуны вон рядом. Волки, медведи так не отпустишь. А так держим, и мы без них никуда, как и они без нас. Сейчас тем более некогда. За стадами у нас сильно осень. Да и не охота. Сейчас летать туда-сюда. Погоды нет. А так вот удобно прилетели, мы проголосовали и все. Мобильный избирательный участок разворачивают прямо в тундре. Ширма с урнами для бюллетеней, пара столов, на которых заполняются все документы. Около пяти минут и пункт готов. Можно приступать к голосованию. В каждой бригаде голосует по 7-8 человек. Говорят, это важно – выбрать достойных кандидатов в Государственную Думу и Думу Чукотки. Обязательно надо голосовать. Судьбу своей страны решаем. И какую партию, каких людей выбираем. И они сами выбирают и делают наш выбор. Они как бы решают страны, жизнь страны. Ну, поэтому надо голосовать. Для нас, для народа. Ну, чтобы все было нормально. Для сотрудников участковых территориальных избирательных комиссий организация досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных территориях – процесс привычный. В этот раз изновшись только использование средств индивидуальной защиты. Даже здесь, на воздухе в тундре, ковид диктует свои условия. Во время досрочного голосования сотрудникам территориального избиркома приходится добираться до самых отдаленных уголков Чукотки. В этот раз они отправились в район села Хатырка, чтобы посетить три оленеводческих бригады. Около 30 оленеводов воспользовались своим правом и проголосовали досрочно. В эти дни на Чукотке голосуют оленеводы, морзверобои, старатели, метеорологи и военные. Это те, кто не имеет возможности проголосовать на стационарных избирательных участках. Каждый день сотрудники избиркомов отправляются в путь на вертолетах, вездеходах, катерах и автомобилях. Маршрут у нас был Анадырь, Хатырка. Там забирали двух членов комиссии. Полетели по бригадам бригада 2, бригада 3, бригада 1. Наши полетели Марковский куст по бригадам. Это Ламутская, Чуванская, Лаежские бригады. В рамках досрочного голосования на Чукотке будут охвачены более 70 групп избирателей. Для этого были разработаны более 50 маршрутов движения. Около тысячи часов чистого времени комиссии проведут в пути на вертолетах, вездеходах и лодках, чтобы свой выбор могли сделать около трех тысяч избирателей. А на сегодняшний момент у нас правом досрочно проголосовать воспользовались 287 человек. Досрочное голосование началось 29 августа и продлится вплоть до 16 сентября, но бюллетени будут храниться в закрытых урнах до завершения основного этапа выборов. В этом году он продлится три дня – 17, 18 и 19 сентября. Только тогда будут вскрыты все ящики для голосования и подведены итоги выборов депутатов в Государственную Думу и Думу Чукотского автономного округа. Владимир Никиченко, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.